Центр интеллектуального развития Ювента Является муниципальным бюджетным учреждением образовательным То есть мы работаем в подчинении департамента образования города Ноябрьска Работает, находится центр на улице Муравленко в здании бывшей старой пятой школы И работает у нас три подразделения Лингвистика, математика, экономика и право Насколько я понимаю, для детей это бесплатно И они могут посещать их после школы Мне известно, что мы являемся единственным образовательным учреждением Которое предоставляет бесплатные услуги для детей от 2 по 11 класс А скажем, подготовка к ЕГЭ входит? Естественно, старшие классы как раз и выбирают У нас есть на каждом отделении программы Которые желающие обучаться у нас в центре Можут выбрать по душе, по сердцу Ну, ЕГЭ это, скажем, Не вынужденная, но да, нужная очень программа для старшеклассников Но они приходят мотивированы И самое главное, я думаю, что они получают действительно помощь И результатом этой помощи является успешная сдача как раз ЕГЭ Скажите, по каким предметам вы готовите детей, если еще назад немножко вернулся? Если говорить, перечислять просто, как они звучат в школьной программе То это экономика, право общества знания в школах Это лингвистика В данный момент у нас работают программы английского языка Изучение английского языка Разные варианты для разных возрастов и целей И математика, информатика Ну, самые основные, которые помогут Собственно, то, без чего сейчас в жизни В 21 веке очень трудно Не то что, ну, и жить, да Не побоюсь этого слова, но и для того, чтобы продвигаться Иметь карьерный рост И зарабатывать Ну, да, собственно, жить К этому и пришли Ольга Николаевна, вы, насколько я знаю, преподаватель английского языка? В данный момент, да Начинала как преподаватель английского и немецкого А, то есть, а сейчас у вас специализация Да, по диплому у меня два языка, да Но мы еще к нескольким иностранным языкам вернемся К вопросу Пока давайте просто поговорим про английский язык Вот скажите, с какого возраста лучше всего начинать изучение иностранных языков в целом? Ну, рекомендаций по изучению не только английского, а вообще иностранного языка масса А мнения достаточно противоречивы бывают Но все-таки лингвисты, психологи, педагоги сошлись в одном Что с самым оптимальным, скажу, не возрастом, это все условно А период возрастной от 5 до 7-8 лет Потому что именно к этому возрасту ребенок уже хорошо владеет своим языком То есть он усвоил структуру, самое главное У него есть языковой опыт, как говорят лингвисты Дальше, что немаловажно, он имеет навыки организационного плана То есть он может обучаться осмысленно, по-другому вот так можно сказать И объем словарной памяти у него достаточно для того, чтобы приступать к изучению иностранного языка То есть прямо с детского сада можно уже обучить? Можно, но только вот это в средних, в старших группах Дело в том, что до 5 лет, если родители вот было одно время очень модно И в детских садах изучать, и дома с 2 лет иногда, я знаю, вот в семье у знакомых С 2 лет начинали Можно это сделать, это все индивидуально, попытаться Но при одном условии, что с ребенком должен говорить только на этом языке один человек всегда Вот, то есть создавать то, что называется языковой средой Тогда результат будет, если мы говорим о языке, а не заучивание отдельных слов и даже фраз Вот так И плюс еще исследования показывают, что если впервые начинать иностранный, впервые Любой язык начинается, ну где-то в 14-15 лет, то легкость в изучении уже утрачена То есть тут психические процессы, память, мышление А если после 20? Вот это меня волнует Я имею в виду первый раз, впервые У вас наверняка есть опыт языковой изучения или английского, или немецкого То есть я говорю, когда человек после родного языка, а вообще никакой... Хорошо, скажите, после 25 не все потеряно? Нет, вот еще все впереди Понятно Ольга Николаевна, а в какой форме лучше всего изучать английский язык? Вот у вас в Ювенте большие группы? Да Индивидуальные занятия, или вот как... Ну... Насколько вообще? Сейчас однозначного ответа и на этот вопрос я не могу дать Потому что есть и свои плюсы, и свои минусы, как при индивидуальном обучении, так и при групповом Я вот отвечу таким образом Если преподаватель занимается с вами индивидуально, то, конечно, концентрация внимания только на вас направлена Если в группе, то вот стопроцентную вот эту концентрацию внимания всем поровну трудно Ну, да Чисто логически Но при групповом занятии общение происходит в наиболее жизненно реальной ситуации То есть язык это все-таки средство коммуникации То есть создается такая искусственная... Атмосфера, языковая среда и само по себе общение При индивидуальном занятии лучше всего изучать грамматику А закреплять ее, опять-таки, уже нужно в группе При групповом идет разговорный язык лучше Ну, вы видите, у вас в групповые занятия? В групповые занятия Группы у нас ограничены количеством Оптимальные 12 человек Ну, бывает и по настоянию родителей, естественно Мы еще набираем группу так называемых вольнослушателей То есть у вас, в принципе, много человек занимается в участии в английском? У нас больше 30 групп в подразделении лингвистика Это больше 500 человек Ну, а сезон у вас обучения, он как с сентября по май? Как в школе Мы относимся к департаменту образования Поэтому у нас занятия начинаются с 1 сентября И заканчиваются 31 мая То есть все как в школе А в какое время идут? Первая, вторая смина? Если, значит, мы не работаем только с 12 часов до 15.00 Для того, чтобы вот эта пересменка была Позволяла детям, которые учатся в школе во вторую смену Отработать у нас в первую смену И вот в этот промежуток подготовиться к школьным занятиям Прийти домой и отправиться То есть первая смена, которая учится в школе Они у нас обучаются во вторую смену Вторая смена школьная обучается в первую смену Ну, понятно Вот таким образом Так же, как в школе занятия по 40 минут С 10-минутными переменками между ними А с какой периодичностью лучше изучать Посещать занятия для изучения языка? Ну, здесь ответ однозначен Регулярно Регулярно Нет, можно не каждый день Это в идеале, конечно Но скажу, что регулярно в системе То есть Можно, так сказать, визуализировать Чтобы было понятно Почему так важна система Если представить Система Это вообще цепь звеньев, да? Вот первое, что мне приходит на ум Это цепочка Ювелирное украшение Любая женщина, девушка знает Что если она порвалась Один раз ее, может быть, можно самой залатать еще как-то Два-три раза Иногда и в мастерскую не помогут И цепочка в лучшем варианте Вот в браслет превращается Если взять за звено цепочки урока или занятия Очень наглядная метафора Вот, да Ну, вот по-другому никак не объяснить И сами понимаете Что чем больше пропуски Чем меньше цепочек Тем короче конечный результат То есть только регулярно И, кстати, о возрасте Возраст это условное понятие Если уже говорить о влиянии Вот Нет, я еще одно сравнение себе позволю Из спорта То есть вот изучение любого иностранного языка Это не спринт Это марафон В котором победит Не самый умный И даже не самый талантливый Тот, кто регулярно работает То есть просто от постоянного Система Да, поэтому мы и призываем Изучать Всегда Я сейчас позволю себе еще, наверное, напомнить Вот, пользуясь вашей передачей Что родители Некоторые Особенно вот в начальной школе Они считают, что Приводят детей На кружковые занятия Это дополнительное образование То есть оно проводится по программе У нас более того Программа утвержденная Конечно Конечно Естественно И с пятого класса у нас аудит проводится То есть онлайн-тестирование Которое проводит издательство Макмиллан Через центр Московский То есть мы на контроле Качество образования У нас в форме аудита проверяется Нашему подразделению Может позавидовать любая школа У нас и заслуженный учитель России Работает Хохлова Тамара Григорьевна И почетный работник Общего образования Сколько, кстати, мне известно Что у вас тоже очень большой опыт Пребывания за границей Изучения языка Вот именно в естественной языковой среде Было у меня Был такой опыт Он, правда, был давно уже В девяносто пятом году Но, естественно, языковая среда Это как раз то Что и дает толчок То есть создается Жизненно необходимая ситуация И если касается Вот лично моего пребывания Я же не знала В какие ситуации я окажусь В этой Великобритании А вы в Великобритании были, да? В городе Гастингсе В Гастингсе Да И иногда просто откуда-то Вдруг всплывали слова Которые я Мне казалось Не то, что даже забыл И что я их не знаю То есть лежат грузом Лежит огромный пласт Знаний Языковых Полученных В институте Которые просто негде применить По большей части Да, да Поэтому языковая среда Это, конечно, очень полезно Для всех И для начинающих И для продолжающих И для совершенствования языка В том числе Давайте поговорим Про второй иностранный язык Который вот С первого сентября Насколько, опять же, мне известно Ввели в качестве обязательного В системе образования школьников А с какого там возраста С какого класса? Значит, действительно Накануне первого сентября Выступал по телевидению Министр образования науки Дмитрий Ливанов И сказал о том Что с первого сентября Вводится ФГОС Федеральный государственный Образовательный стандарт С пятого по девятый класс В данный момент Да, в этом стандарте Зафиксировано Что второй иностранный язык Является обязательным элементом Школьной программы Ну, каждая школа Сейчас находится В переходном периоде Это длится Определенное количество лет По-моему, максимум пять И вот за этот период Исходя из запросов Родителей Учащихся Из конкретных возможностей школы Потому что нужно Смотреть в первую очередь Через призму Кадрового наполнения Через материально-техническую базу Потому что для того, чтобы вести язык Нельзя брать какой-то любой учебник Допустим, мы после английского Вводим немецкий И берем любой учебник немецкого языка Существует Самый известный Это учебник автора Гольсковой Который как раз Вводится Написан Разработан для того Чтобы изучать немецкий После английского Чтобы не было путаницы Да, английский Раз они к одной языковой группе принадлежат Да, да Роман и германская группа Это единственная трудность Но здесь зависит от учителя То есть У нас профессионалы работают В школах И поэтому А кадров сейчас хватит? Жизнь покажет Для Ну, вот этот вопрос Лучше, конечно, задать Ливанову Не Ливанову Если говорить О ноябрьске То Гудковой Надежде Николаевне Вот Ну, насколько я понимаю Вот ситуация в ноябрьске Сейчас Вот сейчас вводить Это маловероятно Потому что Как-то За несколько лет В школах остался Один язык Английский То есть И даже Преподаватели немецкого языка Были вынуждены Переквалифицироваться Поэтому сейчас нужен Обратный процесс И в институте Должны подумать о том Чтобы студенты Учили опять два языка На уровне преподавания Скажите, вы в основном Упоминаете немецкий Вы считаете, что вторым языком Обязательно станет немецкий Или это как-то будет решаться? Исходя из стандарта Любая школа вправе решать Сама И какой язык То есть тут опять-таки Будут кадры решать все Они действительно решают все Материальная база И заказ родителей И учащихся Школа решает еще и количество часов Которые будет отводиться Учитывая только, что общая нагрузка Не превышает госстандарта Вот по каждой параллели То есть все решает школу Наутки по школу Я так понимаю Общего какого-то ЕГЭ По второму языку Скорее всего не будет Раз они Каждая школа будет решать Про свой язык Пока об этом не говорят Пока говорится Только об обязательном Первом Сдаче в формате ЕГЭ Первого иностранного языка Английского? Ну тот Не только английского Если в школе Первый иностранный язык Немецкий То и немецкий Если мы говорим Вообще про Россию Ну у нас Первый иностранный Как правило английский И в каком году они будут сдавать ЕГЭ? В 18-е, 20-е Сейчас Они уже сейчас сдают Но они имеют право Делать это по выбору А с 18-го и 20-го Это будет вводиться Обязательно Как вы считаете У нас В общем молодежь готова сдавать Обязательно Как уровень подготовки? Уровень подготовки Зависит от Это чисто индивидуальное Уровень подготовки Зависит от уровня Владения языком И методикой преподавания Учителя В первую очередь Того у кого учится Ученик От его способностей Ну Практика сдачи ЕГЭ Иностранного языка В городе Ноябрьске Показывает Что с этим делаем Все в порядке Ребята справляются Скажите А не думаете Что вот Два языка Это будет обременительно И для самих детей Что будет Какая-то путаница Либо просто им Будет сложно Воспринять Откровенно говоря Мне Все ли полиглоты у нас Стандарт Мешает думать По-другому Откровенно говоря Но если серьезно То Опять-таки Единственное Что может мешать Если параллельно Вводить сразу Два языка Которые относятся К одной группе Тогда конечно Нагрузка На психические процессы Определенные У детей Будет Это однозначно Но если Изучить сначала Первый иностранный язык Дождаться Когда ребенок Эту структуру Усвоит Вот тогда Можно вводить Второй иностранный язык Даже если он Относится к этой Языковой группе Параллельно Ну я не знаю Как среди детей Параллельно Вот изучать Языки Легче У взрослого населения Вот через Студенческие годы Если вспоминать Когда языки К разной Языковой группе То есть китайский И английский Да Вот таким образом Но у нас Как правило Вторым языком идет Повторюсь Немецкий Французский Испанский В частных школах Возможно идет И китайский Что в общем-то Актуально В наше время Понятно И сколько у вас Ювента уже работает С какого года Так Мы отмечали Ой У Ювента Очень длинная история Потому что Мало кто знает Что и Колледж информационных Технологий Это тоже Ювента То есть Ювента Примеряло платье Под разными названиями Очень давно И существует она Порядка Вот Под разными названиями 35 лет Вот То есть давно Большой срок Ну а в таком виде В таком виде Она существует Уже 20 лет Ольга Николаевна Я желаю вам успехов В вашем нелегком деле В образовании детей И в том что вы несете свет В наше темное царство Спасибо большое И ждем И ждем вас В нашем царстве Мой английский Настолько плох Скажите честно Там проверим Понятно Спасибо большое Я напомню Что сегодня у нас в гостях Был педагог Дополнительного образования Центра интеллектуального развития Ювента Ольга Елизарова До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok